а помнишь как начиналась книжка наша инфодайнг подсознание я хочу тебе напомнить отрывок я сейчас в руки взяла книгу и я просто в восторге на самом деле и в шоке и благодарности одновременно когда появились черная белая смерть и мы тогда гоняли их не знали что с ними делать а потом когда вышли впервые на контакт и вот появилась черная не обе смотрят на нас благодарет сердце пусть простят нас если могут а в чем разница между ними говорят что скоро поймем но они обе любят и заботятся о человеке только одна встречает его из жизни другая провожает жизнь но они всегда вместе а могут они показать процесс смерти как они его видят могут они испугайтесь эмоции проявлять нельзя говорят смотрите они сейчас покажут работу на каком-то примере замешательства пошли образы и помнишь как там дальше женщина как повешенная висит в зеркале но до зеркала она стоит как живая черная заход зеркале белая становится напротив повешенной получается белая черная за зеркале обычно должна быть 1 белая сейчас черная и понеслось и как они там работали с женщиной и как они отжимали ее эта женщина которая должна была покончить самоубийством и и и и и вот интересно тогда мы просто тупо записывали вот эти вещи записывали и зачастую не понимали что делает белое черное мы вообще не понимали что белое черное да 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 глубина благодарности к ним пришла намного позже и намного позже пришло осознание что это два архетипа в нашем подсознании нашем подсознании всего два архетипа их больше нету нету вот всего того о чем говорит эзотерика и даже официальная психология не там этих архетипов кучу нас создавали но это все выдумки ума по факту всего два белая смерть и черная смерть белая смерть встречает после жизни снимает информацию прожитой жизни а черная создает сценарий новой жизни вот два архетипа и их задачи силовой часть обеспечивает как мы назвали дракон но это уже не не архетип это силовая часть человека и удивительно вот вся та психотехническая база которую они просто кружась показывали казалось бы сейчас ты просто засчитала а у меня прям такой станешь таким теплом окунула туда они показывали кстати перезагрузку цнс а это сейчас один из самых крутых приемов для того чтобы запустить рост нейронов до нейронных восстановлений нейронных связей у детей у кого есть повреждения на эту тему и таким образом наши дети уходят с глютеновых диет там и так далее и начинают тикать какать нормально могли это все разного показывали мы ведь не все даже соображали даже наверное тогда вообще полностью записывали не соображая а просто вот записывали да а смотри а потом как мы с тобой уже в процессе да так вот это же об этом а это об этом в помнишь вот эти вот наши таки так смотри это же было вот вот они что делали а у этого а ведь смотри это уже получалось мы с тобой открывали да и мы с тобой как бы открывали в процессе работы и тут же вспоминали что это мы это показывали а вспомни они нам показали показали а в какой-то момент они стали стоять стоять и ждать когда мы повторим когда мы повторим да а мы просто тупо обезьяны повторяли их движение да своим потом а потом вспомним был когда они как это был момент когда они сказали под объяснить мы что-то попросили они потом узнаете да и вот это вот это уже в конце как-то было и вот это уже потом узнаете мы как-то с тобой забыли а вот это уже и было когда мы с тобой открывали сами до осознания а потом вспоминали что это они нам показали вот это было круто и ты знаешь насколько важно было сперва увидеть вот эту психотехническую базу записать ее не понимая вообще не то что не осознавая не понимая потом начинать понимать о чем это а потом когда мы это осознавали во-первых росла ценность этой базы а во-вторых росла вера в себя да то есть то что у нас знаешь нас учили как детей учат писать вот сперва палочки потом крючочки потом вот так и мы тоже и все эти кружения и все мы проходили как школу за школу проходили точно и самое главное что мы эту школу просто тупо записали в книжках поначалу а потом чем дальше книга тем больше распаковка и кстати вот эта книга людям дается крайне тяжело крайне тяжело но после того как человек прочел книгу инфодайм глубина и после глубины когда он возвращается в этой книге он открывает другой мир он вообще другой мир открывает но до того как пройти глубину надо прочесть эту книгу смотри как четко идет в психике вот сперва ты умеешь читать а потом ты открываешь знание а как научиться читать но для этого ты должен должен уже знать и это получается восьмерочка непроходимая стена для человека который это циклическая ошибка для ума и программа ума не может через него пройти и человек пониманием не может пройти здесь петелька с обратной стороны как строчка у швейной машины и пока вот этот стежочек человек с обратной стороны не дело не сделает у него доступ к своему подсознанию закрыт удивительно тогда же смотри даже то что люди эту книгу дается тяжело сложно но потом следующие книги уже как бы они ложатся и дойдя до глубины после глубины возвращаешься то есть опять смотри возвращаясь не и к тому что опять таки как и мы с тобой мы записывали просто записывали а потом потом процесс работы а потом так вот это о чем и возраст да и так каждый раз мы возвращались и невероятно здесь это здесь это здесь с этим заболеванием работа здесь таким здесь таки я помню четко помню очень хорошо помню как они нам говорили потом узнаете потом я помню мы какой-то вопрос задавали они перестали нам показывать что-то такое было перестали показывать а именно ждать ждать данному мыши то давайте и мы стали стали повторять за ними а потом что-то опять у нас было а потом мы с тобой влеклись видишь как они показывали вот здесь даже если ну сразу даже так не отыщешь момент когда они работали например с ребенком и они там вытряхили вытряхивали из него как хруща да как это вот как эмбриона колорадского жука и мы с тобой тогда увлеклись этими сознаниями и уже недобавали с этим воевать они там показывали эмоцию на это показываю му и вот эти cùng блин они показывали что такой эмоции они показывали что такое ощущение и не показывали вот это выделенное сознание отдельное но они не могли никогда донести до наше это сознание самого человека они уже так нам показывали так, а мы тогда не догоняли. Мы тогда не догоняли выделение сознания в подсознание самим человеком, выдавливание сознания. Которое потом... Для игры. Для игры, для болезней. Мы тогда вот этот механизм не могли осознать. В принципе, точно так же, как мы сейчас осознаем шок, мы его осознаем во всех масштабах, а боль мы когда осознали? А боли есть шок. Это один и тот же механизм. По сути дела, мы сейчас осознаем и расписываем механизм боли в психике. Он расписан, механизм боли физиологии, но он не расписан в психике. А в психике мы его сейчас расписываем. Это глубиннейший механизм. И открытие этого механизма, оно поможет в выходе из болезней в очень быстрый промежуток времени, потому что точечно и грамотно причиняя боль, ты можешь работать как дефибриллятор, когда уже сердце остановилось. то есть вот эти моменты, они невероятны. И получается вот все время заход сзади. То есть как будто ты с обратной стороны заходишь, прошиваешь этот стежок. Сперва у тебя вот идет вот эта часть, которую ты вроде понимаешь, или тебе твоя психика показывает, а потом ты ее догоняешь, осознаешь и учишься с ней работать. А потом действия и осознаешь. Да, да. Но осознаешь через работу с другими людьми. Да, да, да. Если бы не было других людей, мы бы не смогли научиться. А ты за одну жизнь свою не можешь получить такой опыт только со своей жизни, беря свою жизнь. Ты не можешь вот этот объем получить, то, что мы за три года с тобой прошли. Это очень большой объем. Это только работая с людьми, ты можешь действительно вот как за эту жизнь полностью изменить ну все в себе полностью, все и подсознание, и надсознание, и стать целостным, и стать создающим создателем. То есть действительно осознанным создателем. Вот осознанным создателем. Вот только, смотри, а ведь в жизни в игре так и продумано. Общение с людьми дает нам развитие, да? Да, да. Только. Ребенок попадает в социум, и специальная настройка, копирование. Да, да. Он считает этот мир объективно существующим. Я сегодня смотрела утром программу, тут благо, есть телевизор, и мой муж очень любит его включать, вот чтобы он пустозвоном шел. Фоном. Фоном, да. И я вдруг услышала там как раз фильм про Бехтереву, про то, что... Да, да, и зацепила тебя. Да, зацепила, зацепил момент, что люди доказывают... Я не помню, что Бехтерева такое говорила, да, но ей приписываются эти слова о том, что мысли вообще приходят из космоса откуда-то извне. Ну, Бехтерева не настолько глупа была, чтобы такое говорить, но то, что есть приход мыслей там с какого-то уровня психических структур, это да. И человек это считает космосом, он это выносит куда-то далеко. Выносит. И он убежден, что это не он создатель мыслей. Он не имеет отношения к созданию мыслей. И он находит тут же авторитета, на кого вынести ответственность за то, что эта мысль была так озвучена. И ты знаешь, в какой-то момент я слушала, понимаю, это все безответственность, само собой разумеется, непонимание, но это и незнание устройства психики. И, соответственно, тот же самый механизм боли и тот же самый механизм образования мыслей. Так вот, боль глубже и дальше образуется, чем мысль. Механизм образования мыслей мы описали, что врачу. А боль, на самом деле, ведь действительно человек благодаря боли развивается. К сожалению, это так. Потому что не осознает себя создателем. И поэтому он благодаря, именно боль служит тем толчком, благодаря которому человек жизнь продолжает. Совершает действие, да. И благодаря которой он ценит физическое тело. Тоже, да. Потому что иначе физическое тело для него было бы неважно, и он бы очень легко с ним прощался и вылетал в прострацию. В бездействии. Потому что даже сейчас очень часто слышишь эти предпосылки. Вот там, когда я буду там, 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 лучше. А тело это бревно? Ну, так это религия. Это последствия пожинаются плоды религии. Что посеял, то пожал. Посеял безумие, пожал безумие. Понимаешь, при этом очень интересная тема. Ведь Иисус Христос никогда такое не говорил. И в Библии такое нигде не написано. А точно так же, как Иисус Христос никогда не совершал ритуалы. Точно так же, как Он никогда не разряжался в женские одежды, в платья в эти черные, и не напяливал на себя, и не махал кадилом, там, не таскал ладан с собой этот. Не было у Иисуса Христа этого. Это все потом, это какое-то ритуальное безумие. Оно навернулось, приплескав его к его имени это все. Точно так же, как Дарвин никогда не заявлял, что человек произошел от обезьяны. Он говорил, что у человека высшая природа, высший разум и так далее. И он предполагал божественную природу человека. А смотри, как переврали Дарвина. Человек произошел от обезьяны. Ту-дух и втоптали. Подмена. Прибили. Прибили. Подмена, подмена, подмена. Точно так же и в религии подмена. Может быть, пройдет сто лет точно так же и наше, то, что мы говорим, переврут и куда-то впихнут. Нет. Надо сразу четко расставлять все точки над «ы». Никаких недосказанностей. Никаких может. Никаких может и никаких недосказанностей. Все четко и ясно. И мы говорим всегда правду. Четко и ясно. Да. Потому что как только ты выносишь на кого-то или вообще на что-то даже, ты создаешь игру. Да. Игру, которой ты не управляешь. Потому что ты вынес. Потому что ты в нее вошел и ты в нее играешь. Все, да. Ты создал и забыл, что ты создал. И вошел, и пошел играть. Все, ты заснул. И пошел. Это твой сон, твоя игра, и ты в нее играешь. И это невероятно. И белое, и черное. Как они в момент здесь и сейчас нам распаковывали. Кстати, а ведь они, например, переключение возраста на более молодой, они дали тогда очень четко. И мы много сидели на этой психотехнической базе. А смотри, к чему мы пришли сейчас. Вот что мы сегодня делали. Что мы сегодня, да. Ведь, опять-таки, они показывали эти вещи раньше. А мы только сейчас догоняем, что они показывали. Я вообще их вспоминаю. Вот ты сейчас эту тему подняла с белой, черной. И они такие родненькие. Такие прям. А ведь смотри. Процесс осознания своих архетипов в психике, продолжается у нас уже сколько времени. И мы еще их до конца не раскрыли и не осознали. А ведь мы-то осознаем себя. Свои архетипы. Свои. И эти архетипы ведь есть в каждом человеке. Через них мы отражаемся в каждом человеке. Невероятно. Это мы сами себя встречаем, провожаем. Создаем новую жизнь. И причем, это мы только считаем, что... Причем встречи какие разные бывают. Помнишь инфаркты, лекции? Да. Вот. Можно спать. Можно ругаться. Можно по-разному встретить самого себя. И в зависимости от того, как ты встретил, такую игру ты и создал. И создал, да. Как ты сам себя принял, как ты сам разобрался со своей информацией, как ты сам себя осудил, то ты получил. Крутая игрушка, скажи. Вообще, жизнь одна из самых офигенных игрушек, которую можно было бы только придумать. И она невероятна. И смотри, мы с тобой вот говорим сейчас, да, и говорим, какая жизнь крутая игрушка, да. А почувствуй, вот где мы находимся. Вот прям в самом, в самом чувстве вот этого, того, что произносим. В самом кайфе. В глубине, да. В самой кайфе от осознания и величия этой игры. И насколько человек серьезен по отношению к ней, а она такая стебная. А смотри, вот даже наши шутки. Их что, много людей понимает? Я иногда там, например, в чат дома, или здесь этого творчества запылю. Я-то шучу, а у человека страх возникает. Опять-таки, я даже задумывалась, почему люди на меня часто реагируют страхом. Опять-таки, узнали в магазине. Хобана, я же вижу, что передергиваются. Ты знаешь, я понимаю, где-то, наверное, нас ассоциируют с черной и белой. Наверное, есть где-то такое дело. И так как речь идет о смерти, то им кажется, что мы страшные маги. Представляешь, человек, который ходит в церковь, участвует в ритуалах. В ритуалах, в прямых ритуалах по черной магии. Да, да, да. И он боится человека, который говорит о том, что ты делаешь. Открытое искренне. Открытое искренне, да. То есть вот в чистую. Без обмана, да. Без обмана, да. Без лжи, да. Он боится вот то, что ему... Именно искренности боится. Да, да, да. Чистоты. И он боится, что здесь смерть, и ему сделают что-то плохое. А все потому, что вынесено. Я – это не я. Это не я, и поэтому ему страшно. Вот этот провал, в котором он сам же и находится. То есть он не чувствует себя, да. А он вынес, и он вот находится в этом вакууме. Он спит и боится хозяина. Ты знаешь, что это напоминает, когда человек залез в канализацию, и он уже сидит вот так вот в говне, и он боится обкакаться. Уже в говне по горло. Уже в говне по горло и боится обкакаться. Точно. И вот это, конечно, иногда смотришь на вот эти проявления, и, ну, ты знаешь, мне это смешит. И мне тогда, наоборот, хочется пугануть. Точно так же, кстати, как вели себя черное и белое. Помнишь, когда они там работали с ребенком, они еще присвистывали, приклопывали, притопывали, чтобы еще больше ужаса навести. А при этом скрывали вот это выделенное сознание и возвращали. Я помню, кто-то из них тоже был, знаешь, такой бух, делал. Не помню, кто. А, да, я помню. Женщина какая-то вредная, и они там у нее стучали чем-то бум-бум-бум. А, ой, как мы хохотали. Мы туда хохотали. Точно. Это был прикол. Типа она утром проснется, а у нее утром будет страх, и у нее мозг включится, как себя дальше вести. То есть, реально, вот эти моменты, они были совсем веселые. Слушай, ну, есть же моменты, которые мы в книгу не внесли. Есть. А они были, и они сейчас во вспоминаниях, конечно, невероятные. Сумасшедшие. То есть, если считать эту книгу не сумасшедшей, то что же мы тогда знаем? Ну, кстати, у тебя очень много моментов искренних, действительно, вот сумасшедших мы дали. На лекциях, на практикумах, на курсах. Там реально кладезь знаний. Невероятные. А последние вот эти продвинутые программы, которые мы и закрывали сразу. Они действительно, они бесценны. Но там уже и глубинное состояние. Там и глубинное. И там, смотри, там у людей такие осознания шли. Крутые. Понимаешь, если бы не было прямой работы с людьми, если бы не звучали фамилии, то их можно было бы оставить для того, чтобы человек когда-нибудь к ним пришел. Пускай там на каком-то уровне доступа. Но так как там идут живые люди и живая работа, в конце концов, если мы пришли в эту точку, то человек, который хочет дойти, у него две трети пути уже пройдены вместе с нами. Он может воспользоваться. А дальше интерес приведет. Если он интересен сам к себе, он найдет решение, как дойти. Мало того, вот наши книги, наши курсы, это действительно то, знаешь, на что похоже. Вот для человека, которому интересно, и вот действительно он в искреннем интересе прийти к себе, это знаешь, как похоже на... Ну, кстати, вот на клубочек, да, с нитками. Это точно. Но я хотела сказать больше. Я хотела сказать, что как выстроен луч, и человек пошел по нему, да. И вот он, идя какой-то путь по этому лучу, он уже за время этого прохождения, он уже четко, у него выстраивается знание, как идти. То есть он находит себя уже в процессе вот этого пути. А дальше у него возможности все открывают. А дальше у него возможности все открывают. Ты посмотри, любовь. Открывает возможности, да. Вообще удивительная тема, но если человек интересен сам себе... Еще сейчас такие осознания. Если человек искренне любит себя, если человек искренне любит жизнь, то жизнь для него становится кроссвордом, который он разгадывает каждый день. И это невероятный кроссворд. То есть вот как у нас, каждый день новое озарение, новое сознание. Это об этом, это об этом, это об этом. И ты читаешь жизнь как книгу, как самую интересную книгу. Читаешь действительно как самую интересную. То есть ты любое событие, даже любое, ты его читаешь, как будто оно вот в воздухе написано буквально. И ты видишь, как оно создано, зачем оно создано, она к чему придет, и какие люди в него будут играть, и-и-и-и. И ты просто сидишь и тащишься от жизни, как от книги. Это невероятно. И ты знаешь, все больше хочется писать самому. И чем дальше идет, тем больше. А давай это допишем. А давай вот это зачеркнем, и вот это исправим. А давай вот это. И тогда начинаются игры обалденные. И вот развивается событие, хоба, на раз свернулось. И на самом же деле жизнь – это возможности. Да. Это действительно возможности. А человек в препятствии. То есть свою жизнь... Жизнь – это преодоление препятствий, представляешь? А жизнь – это возможности. И вот почувствовать преодоление препятствий и возможностей. И возможностей из любви. Из любви. И смотри, те же самые смерти, как они чувствовались сразу? У нас сразу страх возникал. Как только мы справились со своим страхом, то есть мы справились с собой, мы чувствовали любовь. На каждом шаге мы чувствовали любовь. И эта любовь была настолько искренней, материнской. Настолько искренней. И вероятной. А ведь смотри, это так любит нас наше подсознание. Оно нас реально очень любит. Потому что это мы. Когда мы искренне, мы так сами себя любим. Тогда гармония. Подсознание всегда играет. Вернее, всегда наше желание подсознание исполняет, как золотая рыбка. И вот мы носимся с проблемами. Подсознание принимает игру. Еще проблем. На, получи. Получи. Тебе же нравится носиться с проблемой. Получи. А когда ты хочешь быть в любви. И знаешь, и человек вот слушая нас, говорит, ну как же, а как же, если вот все складывается вокруг, как же я могу не чувствовать проблем? Так поэтому и складывается все вокруг, что в тебе внутри проблемы. Правда? Так красиво вообще. Насколько красиво это. Но наш путь с тобой посмотреть, он такой, а ведь это, это ведь капелюсечка, что мы прошли. Еще столько всего интересного открыть. Да? Но уже наш путь, который мы прошли, он невероятен. Знаешь, как он, наверное, выглядит? Как мы с тобой сняли некий твердый пласт как пробку. Вот больше всего, это сказать, сняли пробку. И теперь вот бьет ключом жизнь. И эта жизнь, она интересна. И в ней столько всего живого и интересного движения. Нового, нового, нового. Да. И это невероятно интересная жизнь. и ты знаешь, я благодарна, что в нашей жизни был аутизм. Не в смысле, что он у нас был у нас или у наших семей, что мы работали с детьми с аутизмом. И благодаря им мы прошли большой путь вот по психике разведывательной. Я сейчас безумно благодарна вот этим людям, которые обращаются к нам по физиологии на открытой консультации. Кстати, там по психике тоже, но по физиологии. Мы сейчас проходим большой путь по физиологии. И у нас в очень короткий промежуток времени будет много наработок по физиологии. Они уже есть. Есть по тяжелым заболеваниям. Но есть заболевания, которые, вот как сердечно-сосудистые. Вот две консультации, да, они абсолютно разные. Совсем на разном уровне психики. Совершенно разные. То есть ничего общего. А медицина бы дала бы одни и те же лекарства, поставила бы одни и те же диагнозы и сказала, ну, это у вас, потому что не бережи себя. Знаешь, потому что так прописано. Да, и потому что возраст у вас там пришел помирать. И все. И на этом бы все закончилось. А смотри, как только ты выходишь и соединяешь психическую реальность и физическую реальность, как возможности возрастают. Невероятно возрастают. И та страна, которая первая соединит в медицине, психику и физику, она будет просто у руля ближайшие сто лет. Это реальный прорыв. И смотри, этот прорыв невозможен в США или Европе. Я могу даже объяснить, почему. Там очень сильно развит психоанализ, то есть подмена психика, работа с психикой. По сути дела, то, что мы делаем, это нейромедицина, нейрофизиология. Даже вот опытный врач, нейрофизиолог скажет, вот, 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 медицина. Да, это так. А потом хобана у него стоп и все. И они не знают, почему. Вот как с тем же аутизмом. Неправильная работа зеркальных нейронов. А дальше что? А дальше что? Правильно, за зеркалом. Что дальше за зеркалом? А за зеркалом психика ты ничего не можешь по физиологии взять уже. И тебе приходится признавать эту зеркальность этих нейронов, но в то же самое время ты не можешь признать зеркальность психики. И надо сделать шаг туда. А подмена, например, в США на психоанализ Фрейда. Психоанализ Фрейда это работа с человеком как с животным. Рефлексы, инстинкты и так далее. И тебя опять в физиологию задвинули. А психика где? В том, чтобы ты лежал и рассказывал бредни? Нет. В том, чтобы тебя выслушали и тебе по страховке деньги компенсировали? Нет. Это бизнес. Это замена религии, между прочим. Там это можно относить к нормальным сектам, если рассмотреть, как это все устроено. А в Европе точно так же обосновался гештальт. Точно так же. смотри, что обосновалось, например, в Беларуси или в России. Психологам сильно доверяют? Нет. Идут чаще к психотерапевтам. Психологам идут ну, поговорить по дешевке. Это у них там сеансы дорого. И то реже. И поэтому подсаживают. Подсаживают на что? На гештальт, на психоанализ. Для того, что ты отучишься и будешь иметь своих клиентов. И будут они к тебе ходить. Вот идут учиться на психолога те, кто имеют проблему. И поэтому на психолога все учатся, учатся, учатся. И проблема при этом не решается. Потому что подмена. Так вот, у нас своего нету. Именно у нас нету своего психоанализа, у нас нету своего гештальта. В России сильно развит гипноз. И это, кстати, очень хорошая наработка России, которую россияне не ценят. В России самый лучший гипноз. Самый лучший. Самые лучшие наработки в классическом гипнозе. А россияне на что клюют? На западные НЛПи. Все забывают. Модное направление. Ну, эриксонский гипноз, само собой, понятно. Всякая-то дешевка, которая вообще к гипнозу очень мало отношения имеет. Но при этом ее совместили и с умным видом, и даже гуру уже говорят, вот, если мы с тобой сейчас будем разговаривать, если я сейчас потру нос, значит, я лгу. С чего ты это решил? То есть вот и всякую такую херню человеку вталкивают, и человек в это верит. Видишь, привязывают. Привязывают к физиологии. Говорят, да-да-да, это наука доказала. Во что поверил, то и доказала. То у тебя и работает. А ты трезвость рассудка включи, у тебя это не работает. Ну да, по правилу пары это 80 на 20. Ты уже в 20% вошел. И всякая вот эта вот лоховщина, смотришь это и понимаешь. Блин, если вы такие мудрые, если у вас действительно, вы так глубоко знаете психику, выдайте результат. Повторите инфодайинг. Просто повторите инфодайинг. А инфодайинг соединить с нейрофизиологией, это бомба. Это просто взрывное устройство невероятной мощи. Но смотри, какая между нами лежит пропасть. Неврофизиолог, он же такой важный, он же признан государством, он же, он же, он же. Ну что там? Кто там это, да? Поговорим через 100 лет. Поговорим через 100 лет. Папуасы на острове в своем Папуа мобильный телефон считают, что это какая-то железячка, которой можно орехи колоть. Как? Он звонит? Не может быть. А как работает? Как ты Папуасу расскажешь, как это работает? Вот попробуй объяснить Папуасу устройство мобильного телефона. Я, кстати, вот над этим очень часто зависаю. Когда меня просят в трех словах объяснить, что такое инфодайинг. Я понимаю, как Папуасу объяснить устройство мобильного телефона. С чего начать? С вышек или с микросхемы? Вот ты с чего начинал? Ну да. Я тоже зависла. Вот. Это на самом деле это нереально. И вот то же самое, что мы делаем в инфодайинге, это примерно то же самое. Угу. И при этом вот смотри, а ведь в книжках мы вот этот путь выстроили. И он такой. Через любопытство. Ну, шиза. Ладно, я допускаю, что шиза. Ну, может быть, но какая-то тут. Но здесь дело. А здесь субботу. А блин. Да, да. Другой мир открылся. Да, да, да. А всего лишь позволил себе. Вот просто позволь. Ну, шиза. Ну, ладно. И позволил. А дальше? Ну, при этом, смотри, интерес хватает, да? А дальше? Ну, что-то есть в этом. А дальше? Ну, как бы, да. Логично, да? А потом, блин. Да, 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 да. Поэтому, видишь, и даже по этому же принципу у нас строится работа с аутизмом, с родителями. Смотри, человек перед тем, как подать заявку, там, начинает писать. Я вам готов заплатить сколько угодно. Не вопрос. Я богатый человек. Мне там заниматься вашим аутизмом некогда. Вы мне, пожалуйста, ребенка. Да, мне, пожалуйста, ребенка здоровым, а я вам буду платить. Подожди, подожди. И ты так говоришь, стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. И потом возвращаешь к себе. Кто-то возвращается быстрее, кто-то медленнее. Ты объясняешь, что не все можно купить за деньги. Да. Потому что ты за деньги не меняешься. Привык выносить ответственность. Привык выносить авторитета. И поэтому он просто вот привык ни за что не отвечать. Он привык спихивать своего ребенка. И все должны. И платить, например, за реабилитацию, за тенториум. Все должны. Еще за что. Ты все должны за него. А сам при этом находится в глубоком ауте. Ведь это твой ребенок. Твой ребенок, да. Твой продукт, твое создание. Это так же, как женщина на кухне, допустим, вот впервые берет готовить продукт какой-то. Вот она, у нее появилось желание готовить продукт. И вот она зависит, получится это блюдо или не получится. зависит от того, насколько она подготовилась, насколько ей это интересно и насколько интересен сам процесс ей, да. Это ее продолжит ребенок. Но благодаря вот этому блюду, которое понравилось, оно не понравилось ей, она, значит, благодаря ему она может уже знать, так, здесь надо будет добавить в следующий раз там того-то, здесь вот это. И она, вот он интерес, и выстраивает, выстраивает, и человек благодаря опыту обретает знания. Вот так же... Но интерес, тогда должен быть интерес стать другим. А тогда, смотри, а тогда, смотри, свой ребенок получается неинтересен. Неинтересен. Вот что я к чему вела. Да, да, да. Так здесь напрямую, когда спихивают своего ребенка, свой ребенок неинтересен. Неинтересен. Я не понимаю, почему у меня вот такой ребенок. Давай по образу и подобию блюда. Да, да, да. И все приходит, все становится на свои места. Кстати, вот как раз с этим, наверное, наибольшая проблема у пап, особенно у пап очень крутых бизнесменов, вот когда сталкиваешься с такими папами, и начиная от статуса и всего остального, ты понимаешь, блин, очень долгая дорога. С папами, да. С папами, да. Очень долгая дорога. Но все равно уже к себе возвращается. А смотри, когда возвращается к себе, уже нету этих ипполетов, уже нету тройки с бубенцами, уже нормальный мужик стоит. С ним можно разговаривать, и пофиг, какой у тебя статус, какое у тебя материальное положение. если ты хочешь, чтобы твой сын был здоров, стань человеком. А люди все, просто люди. У нас у всех голова, руки, ноги, тело. Мы все думаем, мы все живем, мы все писаем, какаем, занимаемся сексом. Мы все. Только есть те, кто поставил что-то выше, что-то ниже, разделил, как этикетом разделил, да. Вот это правильно, вот это неправильно. Как религии разделил, вот это носим, не носим, вот этот обряд делаем, этот не делаем, вот это хорошо для Бога, это плохо. Кто сказал, что это так? Ну, это очевидная игра. Если твой ребенок болеет, значит, наверное, ты заблудился, и, наверное, твое представление хорошо и плохо неправильно. И это настолько, настолько, как это сказать, видно, да, нам вот, просто вот, ну, очевидно, а человек не видит. Ну, смотри, тут еще надо признать, признать тот факт, который доказан в науке и который очевиден. Ребенок развивается методом копирования. Информация в ребенка вносится только копированием, другого механизма нет. И тогда, когда говорят, ой, Бог наказал, подожди, ребенок же с тебя скопировал. Какой Бог наказал ребенка? Возможно, ты где-то разум перекрыл, и ребенок не смог скопировать нормальную информацию для нормального естественного развития. Тогда поговорим, в ком перекрыта информация. В источнике, с которого копировали, или тот, кто копировал, виноват? Или это вообще третье лицо тебе послало? Угу. Понимаешь, вот где разума нет, как человек ответственность спихивает. Но про ответственность здесь вообще пока с религией не будет наведен порядок, пока ее просто не сделают нормальным бизнесом и не посадят на нормальные налоги, чтобы у человека в голове отпечаталось, что религия это бизнес, религия платит налоги, религия может обманывать. Кстати, сегодня очень хороший ролик смотрела. Священника просто впечатали, задали вопрос, журналистка задала вопрос по поводу того, что Иисус Христос на самом деле не проводил ритуалов, не носил дорогих вещей, не внушал что там вот этих ограничений, которые произносит религия. Половину того, что религия говорит и делает, да, большая половина, у Иисуса Христа просто отсутствовала. И что у людей это не стыкуется в голове с тем, что вот описано в Библии. Слава Богу тоже. Есть такое противоречие. И люди говорят, зачем мне посредник между мной и Богом, и поэтому отказывается ходить в храм. И там вопросами она впечатала, впечатала священника, и ты знаешь, что меня поразило. Вот у мужика была возможность честно сказать, да, ну вот это так. Но на самом деле вот здесь косяк, вот здесь косяк у религии, да, действительно там. И когда ты говоришь правду, тебя поймут. А он начал заворачиваться и лгать. Он не воспользовался шансом стать человеком. Просто сохранить лицо человека. Интересно, что он стал говорить. А он начал замыливать и нападать на людей. То есть я когда слушала, понимала, что... А если нападать начинает, то это как крыса, если загнали в угол, он начинает нападать. Да, да, да. Он боялся потерять свой сан, свой статус. Это же целая иерархия. И если ты там пошел против, то тебя уволят. Тебя уволят, у тебя не будет денег. Тебе надо кормить семью. А ты же уже тепло устроился, у тебя приход, у тебя нормальный бизнес. Назовите бизнес, оно все будет нормально. То есть вот эти моменты, оно тоже порадовало, что журналисты уже задают такие вопросы. И это круто. Уже даже очень. Заметь, задают у нас. Это уже разумные вопросы. Задают у нас, а не задают в США или в Европе. И это тоже очень важно. Откуда свет идет? Где разум просыпается? И где разум не был потерян в принципе? Вот на этих землях он не был потерян, поэтому здесь у журналистов и возникают такие вопросы. И это очень круто. Разумные вопросы. Разумные вопросы. Я слушала эту журналистку, думаю, классная девочка. Какая-то хорошая. Интересно. Да? Кстати, поэтому на нас и были нападки только у религий. Заметь, сколько тысяч людей через нас прошло. Ни жалоб, ни там отрицательных отзывов, ничего. А вот эти там сколько, шесть статей от одного человека только от религии. Да. Как крыса, загнанная в угол. И ничего не можешь делать с искренностью и с правдой. Крутись, как хочешь. Вот так ему хотелось. Благодарность ему за то, что у нас глаза раскрылись. Мы же вообще в эту сторону не смотрели. Благодаря ему, да. А благодаря ему посмотрели, уделили внимание. Точно так же, как здесь с этим дачным кооперативом. Ну, затхлое болото существовало и существовало. Раковое, то есть, вот эти дачные товарищества собственников, это раковая опухоль в государстве. Это в чистом виде раковая опухоль, абсолютно бесконтрольная, абсолютно тратящая деньги, бросовывающая, ворующая по своим карманам и так далее. То есть, тут порядок наводить, просто наводить, не перенаводить. И при этом они все ждут и все недовольны государством, что им всем должны, а им тут не делают и так далее. Если ты залазишь в эту клаку, ты понимаешь, блин, ты окунулся просто вот в канализацию, реально. И я никогда сюда не окуналась, благо домик на отшибе и все. А сейчас как окунулась, посмотрела. Такой бомб накидала и все, и пойдет движение. Здесь пойдет движение. До сих пор еще, да? А? Движит. Ну, конечно, здесь движется, а здесь, но я же еще и вчера ходила, беседовала, уже на другой уровень. Ну, а что делать? Встречаешься? Кстати, мне вчера очень понравилось встречаться с нашими чиновниками. Я просто, я была в восторге на самом деле. Я вышла, у меня было так тепло на душе. То есть, вот момент, когда ты, кстати, это опять про искренность. Я пришла туда искренне. Я пришла с вопросами. Я почувствовала сразу еще, входя там в приемную, я почувствовала сжатие, напряжение и ну, как конфликт, как будто ты пришел ругаться и уже люди будут держать оборону. Они привыкли к этому, они привыкли держать оборону. Мы говорили минут сорок, и я видела напряжение, мы смеялись, мы очень хорошо простились, и я видела абсолютно разумных людей. Они соответствуют своему положению, и интересно, в конце меня прошибла вообще искренность. вот этот человек, которым на прием я ходила, он сказал, Наталья Григорьевна, я не подготовился к вашему приходу. Я не был готов увидеть вас и услышать такие вопросы. Но он взялся их решать. И это круто. Видишь, ты пришла не не с тем, к чему они уже привыкли, а пришла открыто. Искренне? Прозрачно, да, пришла искренне. Точно так же, как учили белые и черные. Полностью искренне, полностью прозрачно, полностью открыто. И когда ты искренен, то ты искренне меняешь отражение. И отражение тебя отражает тебя. И тогда, если ты сразу в зеркале видишь мир, где есть детские площадки, где есть хороший интернет, где есть хорошие дороги, где есть нормальные трансформаторы, где можно подключать электричество нормально, я имею в виду, отопление электрическое, там и так далее, зарядные станции для автомобилей. И пошло, и поехало. Много же вопросов на самом деле здесь нерешенных. И тогда, и тогда, и тогда в какой-то момент ты осознаешь, что если ты это создаешь в голове, то это будет проявлено в зеркале. Без вариантов. И это о развитии. Потому что, да, подключается разум, а разум находит через любовь возможность. Только через любовь. Не через конфликт, не через ненависть, не через напряжение, через любовь. Тогда все вопросы решаются. Или только у тебя, но и у всего болота. То есть болото превращается в райский сад. Ну, кому-то надо пустить терняковый. Зеркала превращаются в стекло, в прозрачность. Прозрачность. И когда ты искренен, ты к себе идешь этим путем, и в какой-то момент зеркала становятся стеклами. А это о чем? Прозрачность. То есть стекло это образно. А это значит, что у тебя ты вышел из рамок. У тебя... Ты вышел из мути. Из мути. у тебя абсолютно все. Все возможности. Ты знаешь, вот в этом плане мне даже здесь был один момент, который захотелось зачитать. Помнишь, когда черное зеркнуло на тебя не чувствовать. А так пошла головная боль. Это когда они отжимали муть у этой суицидальницы. Стекло вибрировало. Женщина в зеркале вибрировала. Руки поднимаются. Стекло идет волнами. Женщина смотрит на себя в зеркале. Она как мираж. Идет отжим информации. Вот идет снятие информации за всю ее жизнь. Перемотка. Платформа В3 вибрирует и горит. Рушится все вокруг от вибраций. Они через нее глаза. Через ее глазами. Глазами держат душу человека и чистят ее. Все удаляют. В этот момент душа в прострации не понимает, что с ней происходит. Они раздвигают стекло и держат глаза через нее. Отжимали муть. Ширма ушла, а за ней нарисовались дуги. Время, чем премен дуга, тем быстрее уход платформы гасит. Помнишь, как полностью инкарнационный цикл они нам разложили момент отжима информации у человека. То есть в момент, когда мы умираем, наше грязное зеркало становится чистым стеклом. Только в момент, когда мы умираем. Потому что при жизни мы не удосуживаемся его очистить. Помыть, да. Помыть. Просто сделать прозрачным. они, белые и черные. И это делают они эти два архетипа. А на самом деле, если ты искренен даже здесь мы вынесли себя, получается. Да. Даже здесь мы вынесли себя на белую и черную. На белую и черную. А на самом деле, если ты живешь и ты заботишься о чистом стекле, если ты хотя бы отслеживаешь моменты искренности в себе, если ты хотя бы моменты отслеживаешь включенности игры и говоришь себе стоп, благодарю, стоп, благодарю, а если еще любить умеешь, то вообще все тогда по-другому. То тогда и архетипов не надо. То тогда архетипов не надо. Тогда не надо выносить. Вот оно не зеркало, а стекло. То есть бесконечность. Да, но тогда надо еще разобраться с физическим телом. Да. Потому что в нем прописана информация о смерти. И это фильтра восприятия. Именно. Старость это фильтра. Кстати, даже в телефонах можно посмотреть, наложить фильтра и увидеть, как ты стареешь. и в психике точно так же. Один в один. Старость это фильтра восприятия. И эти фильтра восприятия запускают каждый фильтр свой процесс в физическом теле. И если ты все это можешь остановить, то ты можешь жить столько, сколько ты хочешь. Это тоже выбирается человеком. Твое право выбрать. Да. Абсолютно твое право и вот эту осознать штуку, что именно мы создаем себе все ограничения. И знаешь, ограничения нужны для чего? Для того, чтобы была игра. На самом деле, чтобы было тело. Потому что игра может быть идти только благодаря телу. Игра есть, вернее. И именно благодаря ограничениям есть игра. А теперь смотри, убрав ограничения, нет тела на самом деле. Но можно, когда ты осознаешься, можно создать, ну, образно сказать, бесконечное тело, да? Тоже на самом деле можно только прийти в теле к этому осознанию и из тела выстроить бесконечность. В противном случае ты не можешь. Никогда не сможешь. То есть, без тела ты вообще ничего не можешь. Без тела ты просто перетекаешь в поисках следующего тела. То есть, это процесс, либо ты зависаешь в прострации, как в нирване, и испытываешь, замечу, тянущую боль, шок, растянутый, без ременья. До тех пор, пока ты не осознаешь ценную жизнь. А осознавать не на чем. Поэтому просто боль и ожидания. Вот к чему приводят все эти практики религиозные, там, буддистские и так далее. По поводу нирваны я имею в виду. Это страшная подмена на самом деле. Угу. Если бы человек это осознавал, то он бы никогда не занимался фигней, он бы действительно искал себя искреннего, открытого, настоящего. Он бы действительно видел в каждом человеке свое отражение. Зеркало, любовь. И когда осознаешь, что ты пришел в рай, ну так и будь в раю человеком. Будь в раю Богом, осознай в себе Бога. Твори, создавай, проявляйся. Столько возможностей невероятных. Делай, что хочешь. И осознавай, что благодаря именно людям, которые тебя встречают. Благодаря этим. Ты можешь увидеть. Ты что-то можешь. Да. Ты что-то можешь, и ты можешь увидеть свой путь. На каком этапе ты находишься. И они тебе дают возможности, как развернуться. Потому что ты опираешься на них, как мы опирались на учение черное и белое. Точно так же. Сперва нам показали, а потом мы уже опирались, почувствовав в себе силу. И точно так же мы во внешнем мире. Мы видим узеркал, мы видим возможности, и мы опираемся на них, чтобы почувствовать свою силу и сделать движение вперед. Все то же самое. По подобию вообще, когда это осознаешь, ты просто благодарен тем людям, которые встретились у тебя на пути. Благодарен в каждый момент жизни. Просто потому, что они есть и потому, что они согласились проявиться в своей жизни. Мало того, когда ты осознаешь именно осознаешь вот это все, что ты создатель, что каждый человек отражает тебе, тебя же, именно осознаешь вот это, вот прям осознаешь, то тогда ты никогда, Наташа, не сможешь заснуть. Потому что каждый человек будет себя бутить. Да. Каждый абсолютно человек. Он даже не то, что будить. Ты в нем будешь видеть себя именно в этот момент. И у тебя не будет провалов без памятства заснуть. Каждый человек это возможность не спать. Вот так сказать. То есть не заснуть. Не заснуть. Не заснуть. И кайфовать. Тайфовать. Как напоминалка. О, как напоминалка. Это я просто щупаю, щупаю, как сказать правильно. Самому себе. Блин, как интересно вообще. Сказать себе, не спи, дорогой. Проснись, проснись, жизнь прекрасна. Ты уже в игре. Просыпайся. Каждый человек нам говорит что-то то, что именно нам надо услышать от самих себя. Это вот как от зеркала. Подошел к зеркалу. О, благодаря зеркалу ты увидел. О, у меня тут грязно. И, кстати, вот точно так же каждый человек, приходя, родившись в игру, он так открывает глаза. И когда у него включается сознание, у него родители, проснись, проснись, и начинают паковать игрой. Это нельзя. Это нельзя. Это не ходи. Тут упадешь, тут ножки побьешь. Здесь очень страшно. И жизнь вообще страшна. Да. А есть те, кто еще ты не проснулся, тебя уже заволокли в ритуалы, в религию, покрестили, еще что-то сотворили с тобой. Обрезали там, еще там. Как вот эти страшные ритуалы, когда аутизм у ребенка из-за обрезания был. Я когда вспоминаю, у меня шок. Да, и это все творят родители. Пыточное. Человек пришел в рай, его встретили родители, устроили пыточное. Пришел подарок, да? Пришел такой, я пришел к вам. Такой подарок, да? Сразу в клетку его так, фум, чуланчик. И сиди тут. Не высовывайся. А смотри, когда ребенок действительно развивается как подарок. Я вот когда на ромашку смотрю, сколько солнца. Реально. Вот просто море солнца. Подарок пришел. Реально подарок. Да, ты смотришь. Вот я почему говорю, когда ты осознаешь все это, то ты смотришь уже совсем другими глазами. И вот ты смотришь и понимаешь, на ребенка смотришь ты. Это ресурс. Вот действительно подарок. Чистый, искренний подарок. Жизнь сама пришла. Любовь. Жизнь, любовь пришли. В чистом виде, в чистейшем. И это такая красота. И это счастье. И это игра. И мы тоже когда-нибудь, скорее всего, может быть, решимся опять-таки перетечь. И родиться. И хотелось бы, чтобы родились и были подарками, а не в ограниченные условия. Для этого мы все и строим. Либо мы все-таки найдем варианты, каким образом. Каким образом. Жить долго и счастливо, не меняя тело. Ну или во всяком случае перетекать, так зная, что тебя встретят искренние люди. Ну, как тибетские монахи, в принципе. Есть же какие-то механизмы у них. Ну да. Какие-то знания все-таки есть. Знания есть, они есть. Мы же эти книги, по сути дела, все повскрывали, прочитали. Спрятанные, да. Спрятанные. Не все, но то, что уже коснулось, то уже распакованы. И то оставили в открытом доступе. Вообще наши книги, я считаю их, во-первых, очень интересны. Во-вторых, они настолько человека продвигают в своем развитии и открывают глаза. Я вот прям, я просто говорю, отвечаю за каждое слово. Эта книга поднимает все страхи и убирает. И книга счастья дочищает и в конце обрубает всю психотерапию. Да, да. И говорит, иди-ка ты в счастье. Без вариантов. И уже после книги счастья у человека открывается доступ к осознаванию и коллективного, и знаний, и тех глубинных процессов, которые в нем происходят. Потом плавно человек приходит к парадоксальному восприятию, а потом он приходит к тому, что это он, создатель этих иллюзий. И у него все возможности. И у него все возможности. Ну, ты знаешь, и тогда шок наступает. Ну, ты знаешь, это иллюзионисты, это уже после любви. Да. А пока человек не может в себе принять Бога. И даже просто принять Бога и прочесть Библию или Коран с позиции Я Бог. Я Бог. так не может прочесть. Аллах не позволил назвать себя Аллахом. Сам себя ограничил. Сам себя ограничил. А ты почитай, как Аллах писал. Или почитай, как Бог писал. Попробуй именно, да, читать вот именно с позиции Я Бог, Я Аллах. Вот просто попробуй. Ну, хотя бы попробуй одну страничку. Просто будет шок. Уже шок. Откроются глаза. Все будет подробно. Дверь откроется, да. Да? Блин. Я уже жду сама, когда я вычитаю парадоксальное восприятие. Потому что пока я его вычитываю, я еще дописала приличный кусок. Я перестала читать. Мы с тобой просто все время работаем, работаем, работаем. И ты, ну, где-то записываешь и потом раз вставляешь. Поэтому как-то я не успеваю прочитать. Ну, я тебе последнюю версию еще не скидывала. Но я поняла, что это бесполезно. Я ее сейчас вычитаю. Потом я тебе скину то, что дочитаешь, но ее уже хотя бы в коррекцию отправлю. Потому что уже иллюзионист идет. Мы много, да. Мы много. И по болезням уже очень много наработок идет. Ну, да. Там написала, я представляю, то, что записывала по нашим озарениям. Там будет очень интересно. Я просто уже хочу все, что шло парадоксальное и целостное восприятие, именно с восприятием связано, а не с созданием иллюзий. Я хочу, чтобы в этой книге все было. Чтобы она уже была целостной. Она, конечно, очень большая получается. Она получается в полтора раза больше, чем эти книги. Но я даже не ожидала, что она такой большой будет. Но она на самом деле будет целостной. И я не знаю, куда я ее вычитаю. Потому что ее нельзя быстро вычитывать. И после того, как ты читаешь главу, ты дописываешь еще. Но еще плюс, мы с тобой постоянно ее дополняем. И поэтому надо, ой, и это надо добавить. И это, и это, и это. И, кстати, сегодняшнее тоже добавлю. Тоже надо добавить, да. Потому что это пока парадоксальное восприятие. Хотя сегодняшнее это уже иллюзия. Но все-таки еще к парадоксальному восприятию. Потому что это о выборе быть молодым и здоровым. Знаешь, как междумерье, да? Междумерье, да. Это как переход. Переход, когда ты принимаешь решение играть в этом теле и быть здоровым. И не менять тело, и не включать фильтра старения и так далее. Это твой выбор. И осознать, что это ты принимаешь решение, ты можешь только в парадоксальном восприятии. Потому что пока ты это не осознаешь, тебе в иллюзионисте делать нечего. Поэтому все-таки это в парадоксальном восприятии. Ну да, согласна. Книга парадоксальная наша будет вообще. Там волосы от нее дыбом стоят. У меня дыбом стоят. Там, знаешь, там эта книга, которая... Ну да. Эта книга, которая... Знаешь, я ее прям вот вижу, как люди ее читают. Знаешь, как? Читают, читают. По два абзаца. По два абзаца? Это... Смотри. У нее плотность информации такая, что ты больше одной главы не перевариваешь. Я не перевариваю. А потому что ты уже начинаешь зависать и у тебя открывается, знаешь, как... Перезагрузка. Да, уже идет. Сразу пласты информационные другие идут. Я хотела сказать, что вот парадоксальное, когда ты читаешь, вот я прям как вижу, как люди, да, у них и сны меняются. Да все меняется. Вот я прям это вот... Не вижу это. Не у всех. Ну, надо же дойти, да, парадоксально. Но при этом, ты знаешь, включается реакция, если уже зацепило подсознание, оно так хоба на один глаз открыло. Да. И оно говорит, ни хрена, теперь я дальше не отпущу. Да, да. Потому что в подсознании уже наскучили эти обычные игры. То в болезнь, то в страдание, то еще в религию, там еще... А здесь прямо... Фу, юху! Так мы тут можем... Понимаешь? А заметь, вот последняя работа, как даже у людей, кто начал заниматься инфодаймингом, как подсознание реагирует. Юху! Юху и реагирует. Да, я же говорю, да. Интересно. У-у-у, новая волна. Это такое расширение. Да. И смотри, опять-таки, как сложно людям, особенно в возрасте, следить за теми мыслями, которые у них приходят в голове. Ой, а интересно, как чувствуется вот этот перелом? Тум, получи фашист-гранат. Сразу тебе... Причем человек даже не замечает вот этот момент проявления интереса. То есть в этот момент надо сказать себе стоп. Он не воспринимает даже этот интерес. Да. А надо именно здесь остановить. А здесь надо сказать себе стоп. Какой интерес? Это как бы... Ой, интересно, как он в кювет слетел? Да. И полетел за ним. Нет, неинтересно. Тупая игра. Потому что подсознание оно сразу считывает. А, так тебе это интересно? Ну, так это же вот просто. На и ты проживи. Получи опыт. Оно так. Оно как джинн выполняет вот прям все эти желания. Сразу. Самое интересное, что вот чем чище зеркало, тем это быстрее. Вот так тун, только мысль, и она тун проявилась. Тун, тун. Я же говорю, что подсознание. И ты видишь, и игра такая... Интересно, как и век. Так не вопросно. И тогда становится неинтересно. Вот все эти игры тупые, ходилки-стрелялки, кюветы и все остальное. Ты знаешь, так начинаешь, на самом деле, зачем у меня такая игра? Да. И тогда уже учишься говорить стоп, учишься благодарить, учишься завершать, а потом доходишь, что, блин, так я же тогда и создаю. Давай будем учиться создавать. А если я создаю, тогда надо создавать вокруг. Я же и за декорации отвечаю. Так же мы же. Это не мы отвечаем за погоду, природу, леса, болото и все остальное. А кто? Кто-то. Да. Кто отвечает за климат, кто отвечает за экологию, кто отвечает? Конечно, человек. Конечно. Казалось бы, это априори. А как только это касается меня, не-не-не, это не я, это там Бог на небесах. Где-то. Нет, дорогой человек, если ты назвался груздем, полезай в короб. надо научить человека брать ответственность за свою жизнь. Все. Это самое главное. А для этого надо вернуть Бога в человека. По-другому не получится. То есть, если убирается вот эта ошибка в подсознании, Бог возвращается в человека, все, мы имеем другое общество. А я сейчас зависла прямо над погодой, да, и что-то прям картинка, ну, как в памяти всплыло. Ведь раньше, очень давно, когда-то люди действительно собирались где-то, да, если, допустим, надо было дождь там или что-то, вот что-то прям сразу. Смотри, вот было знание такое, и они, смотри, что делали, они все вместе с благодарностью, они внутри как настраивали, это я сейчас чувствую, они внутри создавали состояние, чистоты, искренности и благодарности. И у них действительно получалось изменить погоду под запрос. О чем это? Это говорит о том, что мы и только мы создаем погоду, все абсолютно создаем. И раз у нас сейчас погода непонятная и много катаклизм, то это значит, где эти непонятки, где эти катаклизмы. Это в нас. Это мы видим, как мы говорим, микромир, мы видим, считаем его макромиром, да, природа – это макромир образно. А на самом деле – это наш внутренний мир. да, это отражение нашего внутреннего мира. И да, это внутренний мир. Но к этому человек должен прийти сам. Если ему нужна помощь в виде книг, у них будет эта помощь. Если нужна помощь в виде курсов, там мы состояние передаем. В книгах же мы состояние, мы стараемся его передать, то есть мы не прячем-то это, но это тяжело, это надо действительно быть тонко настроенной системой чувствованием. Наши курсы, они там проживание, там именно проживание, то есть тебе не надо жизнь для того, чтобы это все осознать. Да, осознать. Ты просто вот именно на курсе, ты проживаешь, чувствуешь сам и получаешь опыт и знания. Да. Не проходя опыт в жизни. Вот это вот очень важно. Но если ты являешься этим человеком, который в зеркале, то тогда его опыт – это твой опыт. Конечно. И тогда ты становишься опытным. Благодаря ему. И тогда в тебе благодаря ему очень много знаний. То есть и тогда все знания в тебе. И тогда не некий космический мир тебе посылает сигнал. И там есть некое энергоинформационное поле. А это все ты. Это все твой внутренний мир. И там есть все знания, все сигналы, все мысли, все открытия, все изобретения. И ты не можешь ничего создать, кроме того, что есть в твоей психике. А она безгранична, бездонна. И только надо осознавать, где и как научиться пользоваться этой электронной библиотекой. Да, да, да. Куда ходить, под какой запрос и какую информацию доставать. Смотри, очень много запросов-то. Ну, как и запрос влияет. Под запрос идет информация. И запрос без интереса. То есть если сказать вот человеку, вот запиши вот такие запросы, исходи от человека, эти запросы неинтересны, то информацию он не получит. Человеку должно быть интересно то, чем он занимается. Человек должен гореть. Имея волшебную, я буду так говорить, волшебную палочку, человек не умеет ею пользоваться. Да. И он просто размахивает, как обезьяна там. Ну, мобильным телефоном колет грецкие орехи. Да. И получается то, что получается в его жизни. А все потому, что он не знает, да, что это мобильный, что это позвонить. Что можно позвониться. Да, да, да. Это совсем не так работает. Каждый человек, да. Вероятная жизнь. Волшебная жизнь. И благодарность черной и белой, что этот мир для нас открылся. Они для нас действительно открыли, вот открыли двери. И это мы. И это мы. Именно мы, да. Волшебная жизнь. Волшебная жизнь.